здравствуйте доброе утро вторник 8 ноября отголосовался я с утречка и такое знаете затишье такая природа вокруг замечательно что всякие страсти-мордасти как-то совершенно теряют актуальность давайте я переверну камеру еду на работу позднее обычного немножко так вот и знаете как красиво вокруг значит выборы у меня сейчас на часах 10 утра соответственно на восточном побережье east coast как у нас говорят на east coast у нас час дня и исход выборов будет решен там то есть на западном побережье таких штатов с переменным настроением нет то есть у нас и калифорния и орегон и вашингтон и даже гавайи так и немножко стороне такие с большим преимуществом демократические аляска всегда такая стать стабильно консервативная хотя там голосов у них почти нет смысле выборщиков почти нет населения мало вот то есть на западном побережье вот эти пять штатов что я перечислил там ничего такого не происходит есть вопрос с аризоны и и с невадой особенно с невадой потому что трамп всколыхнул латиноамерикан у них латинос которые живут сша и они как-то в больших количествах собирались прийти проголосовать около 30 миллионов латинос имеют право голоса в сша это довольно много вот и вот вроде бы там как бы что-то такое или туда или сюда так в общем-то западное побережье в целом довольно стабильное поэтому если что-то решается то решается на побережье восточном трампу нужно собрать сразу несколько штатов так один или два там его не устроит из таких переменчивых нибудь с непонятным исходом клинтон достаточно в общем-то одного какого-то большого штата но таберту с большим количеством выборщиков например флорида там где 29 выборщиков это довольно много и фактически потеряв флориду или потеряв там северную каролину или потеряв а я не знаю там агайо шансы трампа практически уже никакие то есть конечно если вдруг какой-то из традиционно демократических штатов вдруг перевернется в республиканский ну это вот надо смотреть да там что получится но фактически сейчас уже час дня более 50 процентов людей проголосовали в штатах восточного побережья то есть все уже собственно решено а традиция такая чтобы не светить вот эти данные и политики и средства массовой информации в какой-то момент договорились чтобы заранее не публиковать чтобы не влиять на тех людей которые еще не проголосовали то есть дать возможность всем спокойно проголосовать вот без без вот этой информации так что вот ждем смотрим где-нибудь ну я не знаю когда у нас будет часа четыре а соответственно уже будет 7 на восточном побережье практически все участки уже по закрываются там и начнется такой активный подсчет с шумом с криком там с ликованиями и так далее поэтому мы будем с вами наблюдать но если что мне нужно время на это то есть если я не буду сильно занят там чем-нибудь то наверное я мог бы поучаствовать вот но опять посмотрим может оказаться что допустим через час-другой уже все завершится и никакой интриги больше не будет завершиться с точки зрения того что мы будем знать примерно там что происходит есть опросы на выходе с избирательных участков и так далее это может это может быть известно очень скоро поэтому так не исключено причем вероятность того что это произойдет я бы сказал на самом деле очень очень большая то есть сколько бы там криков там не было что сейчас там все все полы неправильно опросы общественном не что все они неправильны что все они там заговор что все специального тока и делают чтобы там большого героя значит там принизить вот она со на самом деле как бы в соединенных штатах индустрии опросов общественного мнения очень мощная тратятся миллиарды долларов многие миллиарды тратятся на предсказания результатов выборов поэтому тут это не то что вот допустим когда брекзит в великобритании произошел и это было но как бы крайне неожиданно потому что там были какие-то опросы но вот они показывали что значит англия остается а потом вдруг пришли какие-то люди которые никогда вообще не голосовали вот оказалось что они все решили но там были такие опросы которые не включали этих людей понимаете все-таки в соединенных штатах это индустрия более мощная более проверенная более точно поэтому так я думаю но анализируя там разные источники разные мнения и так далее очень интересно было мне посмотреть почитать вчера результаты того опросы которые делала fox news поскольку это все-таки консервативное такое издание то было интересно что они там скажут и так уже без истерики потому что там там много народа у них и которые истерили там с экрана а здесь просто вот так опрос и выясняется что на самом деле вот эта мулька о том что за утрам по большое преимущество среди людей белых белых без образования это правда с одной стороны это правда но это не относится к трампу лично это относится к республиканской партии в целом вот мид ромни четыре года назад вот имел примерно такой же уровень поддержки именно среди этой категории населения в этом то есть в общем то предпочтение остаются там же где они были то есть они проходят по линии партийных партийной такой приверженности избирателя безусловно есть люди которые вроде вот так обычно за демократов но может ему так противно там это как хиллари клинтон что он там еще с кого-то проголосует и наоборот все это понятно вот но в общем то по мере того как к выбору значит подходит и люди более-менее определяется вот выясняется что голосуют они традиционно при том что сам собственно назвать трампа допустим там каким-то республиканцем это нужно большую фантазию иметь вот но но тем не менее раз уже найдет там это республиканской партии то соответственно люди там консолидируются и голосуют вот так что такая история во флориде где вы помните да свое время в двухтысячном году там пересчет голосов был во флориде за последние четыре года вот с последних выборов на где-то процентов я боюсь соврать на четверть примерно на четверть выросло количество латинос имеющих право голоса вот то есть не иначе они все придут но во всяком случае демография меняется в частности там вот в центральной флориде есть место куда сейчас большое движение происходит людей из пуэрто-рико а жители пуэрто-рико это граждане сша то есть оказавшись там где-то на территории но в другом месте на территории сша они с первого дня имеют право голоса им не нужно там как-то легализацию проходить мама родная тут похоже на пробочку друзья смотрите что творится вот и мне нужно проходить легализацию и вот они как-то влияют и и так далее то есть демография работает против тех кто обостряет отношения с латинос вот вот я бы так сказал то есть там помимо забора который может быть сам по себе не вызвал бы каких-то таких проблем собственно я я напоминаю там я часто говорил на нашем канале что вопрос забора был согласован 33 с лишним года назад когда совместная реформа как она была принята уже и сенатом только в палате представители и не поставили на голосование республиканцы они почему-то в смысле понятно почему но они ее не хотели хотя в сенате она прошла и республиканцами республиканскими голосами так вот там там забор уже был согласован для этого не нужно было противопоставлять допустим и испаноязычных избирателей там себе лично или там партии в целом реформа это принималось абсолютно без всяких истерик вот таких но в данном случае вот как бы личность человека конфликтный дяденька оказался и много латинос придут голосовать а так и так бы и не пришли вот сейчас на самом деле интересная история отток чернокожих избирателей в двенадцатом году когда вот до была пара ромни и обама но в частности вот в северной каролине где такой штат переломный и очень важный для обеих партий так вот в северной каролине гораздо больше например черных пришло голосовать а так они я не знаю что то что на них конкретно влияет потому что в целом как бы среди чернокожего населения демократы очень популярны клинтон в частности но надо чтобы люди пришли голосовать вот в данном случае значит латинос подтянулись просто потому что просто потому что их зацепили в этом смысле еще немножко и демография например штата техас кардинально изменит окраску на на карте выборов вот если сейчас уже сегодня техас не ярко красным то есть сильный перевес там красный идет если 10 процентов и выше перевес а есть розовенькие когда между 5 и 10 вот сейчас техас розовенький то есть он склоняется в сторону республиканцев но он не является таким оплотом этим серьезным вот как калифорния там ярко-синяя вот а там такого нет уже уже такого нет а еще некоторое время пройдет или еще там латинос зацепит или забор строить начнут или на границе там стрелять начнут ну что-нибудь такое вот и глядишь и и там это все достаточно быстро может произойти поэтому демографии сейчас конечно не в пользу тех кто накаляет отношения поэтому не знаю то есть наверно можно апеллировать какой-то группе населения через ненависть через агрессию через теорию заговоров через обвинения построение заборов расторжение договоров там и так далее но в общем такая в общем ко всему населению так на не получается апеллировать поскольку население разнообразное да ну вот такие пироги значит у меня предчувствие что у меня такое предчувствие что выборы будут разгромными результаты будут разгромны для республиканцев для трампа но там кроме кроме президентской кампании там еще на самом деле очень важно идет борьба за большинство в сенате и я думаю что вот если с президентством у нас более-менее все понятно уже то с раскладом сил в сенате не очень понятно есть есть некий шанс что демократы получат большинство или скажем так вернут большинство которое они утратили два года назад в сенате и палате представители ничего не изменится там все понятно но вот в сенате то есть демократическому президенту еще имея хотя бы одну палату проще функционировать чем например когда обе палаты с большинством как бы против него это это сложно работать но вот такая история пишут что пишут что такого конгресса как вот сейчас будет но независимо от конкретных раскладов там где-то больше где-то меньше но это будет такая плохо функционирующая система может быть еще хуже функционирующий чем та которая сейчас потому что там много яростных непримиримых драчунов там и так далее ну ну посмотрим мы на самом деле уже привыкли за последние шесть лет что как бы вся деятельность республиканцев в конгрессе сводилась к тому в палате представителя особенно сводилась того чтобы саботировать и блокировать работу государства то есть какая-то такая интересная линия но но уже привыкли я не знаю что они там дальше будут они конечно дальше будут пытаться судить они будут кричать об импичменте и вот как бы будут дальше продолжать пытаться уничтожать государство и конституцию и способность как бы вот этой конституции государства функционировать так как она функционировал там последние 200 там сколько-то лет с лишним конечно система не была рассчитана на боевые действия внутри она была рассчитана на сотрудничество людей которые находятся в конгрессе с правительством с президентом так далее вот такого такого не система буксует когда вот до этого доходит законы не могут никуда пройти ничего в стране не меняется хотя должно было бы поменяться и вот так стенка на стенку и в общем такая вот интересная ситуация вот эта часть я думаю она прекрасно сохранится и клинтон как президенту придется тяжело но другой стороны обами был не легче хотя обама никто не пытался судить или импичнуть мы посмотрим посмотрим в общем то есть какая мирная природа друзья какая мирная природа а народ вот копья ломает кричит ругается как бы такая трещина в обществе она не 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 вчера родилась и и не с трампом вот но он как бы туда в эту трещину так заложил динамит как следует в ту которая была ну посмотрим я человек оптимистичный думаю что все будет нормально и вот уже даже почти приехал на работу я только не пойму а чё пробки то вот сегодня сколько мы ехали правда вы наблюдали вы свидетели в до аварии не было такое ощущение что все покинули избирательные участки в одно и то же время но это тоже не факт на нашем избирательном участке кроме нас там было еще три человека там работников этой избирательной комиссии было больше чем нас пришедших голосовать такая вот интересная штучка там даже сесть толком не было там было четыре кабинки вот и мы со светой просто сели там на стульчики и так на коленках можно сказать разложились и заполняли эту штучку потому что нам этих то есть из четырех кабинок три были свободные но они были на некотором расстоянии друг от друга а нам нужно было совещаться и консультировать потому что я принес собой такой бланк бюллетеня где у меня помечено было какие отметки дел поэтому нам надо было рядышком выходить что еще хочу сказать что я полез было за бумажником чтобы айди показать а мне этот товарищ это иди не обязательно я говорю так а что получается вот любой человек приходи и голосуй ну относительно говорит он и там пошел по фамилии искать нас списках избирателей то есть все-таки ты должен быть в списке то есть ты можешь прийти и сказать вот я такой ты и тебя там найдут ты должен там расписаться вот так что не совсем уж так прям пришел человек какой захотел и вот так и проголосовал хотя я бы лично айди все-таки спрашивал так для порядка то знаете как бывает зарегистрирован один проголосовал другой то есть в этом есть какой-то потенциал для злоупотреблений так не так мне кажется но я не знаю фактически получается такая вещь если например человек не пришел голосовать не пришел а голосует в общем-то относительно низкий процент избирателей тех кто имеет право голосовать ну так 53 54 я не знаю как вот на конкретно этих выборах и конкретно вот у нас на участке ли там в калифорнии или в кремниевой долине но в общем-то может быть и 35 и 40 процентов населения не голосуют хотя могли бы и тогда если например не показывать айди не предъявлять то в общем то можно много чего наворочить так мне кажется я не знаю при желании в общем такая вот интересная история да друзья приехал я на работу и в этом самом месте мы с вами прощаемся и под завязку я переворачиваю камеру вы можете еще раз увидеть что у меня вот тут написано что я голосовал так что чего и вам всем желаю когда будут очередные выборы счастливы